Привет, мои дорогие, хорошие, любимые друзья! Сегодня у меня мукбанг будет куриная котлета, ну и нужно мне доесть перловку, которую готовим в духовке. Друзья, кто зашел ко мне на мой мукбанг, посмотрите мне от начала до конца, поддержите мой канал. Если зашел случайный гость, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Оставайтесь, со мной будет интересно. Муж у меня на кухне ест, там, слышите, ложка гремит по тарелке. Толик, потише! А я в зале специально, видит, что творит. Толик, сейчас получишь! Ой, ну что, наказать его, наверное, в угол поставить. Или накажу, кормить не буду. Вот специально, видите, творит. Говорю, садись со мной, будем вместе сидеть мукбанг делать. Не идет, зато вот за кадром сидит, барабанит. Сейчас шнурки погладят. Он, видите, отвечает, шнурки погладит и придет. Вот. Ой, приятного мне аппетита. И если кто-то со мной ест, вам тоже приятного аппетита. Ну, вкусно. Очень-очень. Ну, я уже говорила, что перловка вкусная. Тарелочка ульянина. Чтобы не думали, что у меня здесь прям... Ой-ой-ой, как много. Я себе наварнакала. Тарелочка очень маленькая. Милый, любимый, навел мне кофе, забыла взять. Ну, сейчас попрошу. Может быть, принесет. Созволит. Котлеты, конечно. Нужно еще мне сделать полфабрикат котлеты. Последний вот сейчас пожарила. Нам поесть. С милым, с ненаглядным. Надо еще замутить таких котлеток. Что, друзья, по традиции о погоде рассказать. Я еще не была на улице. Был. Ну, что, Олег, что за погода? Жарко или как? Нормально, свежо? Не то жарко, душно. Душно. Видите, как духота. Но я пока не выходил, некогда. Это он у меня по делам там ездил. Хоть голосок послушайте моего Анатолия. Раньше стеснялся даже голосу спадать. Сейчас ничего, Борьчок, боишься. Говорю, разговаривай. Самое главное, говорю, матом не ругайся. А все остальное можно. Ой, пододвинуть поближе стол. А то сел на край кресла. Ну, вот, снимаю второй раз. Я в таком положении. Ну, не знаю, вроде бы видно. Может быть, я там, когда снимала мукбанг, спрашивала, чтобы мне написали. Ну, уже, конечно, тот я первый был, наверное, уже написали. Ну, и пока еще не выкладываю, не знаю. Интересно, понравится ли в этом положении мой мукбанг, съемка. Ну, если вдруг, тогда буду делать как раньше. Вот так, немножко пододвину к себе поближе тарелку. Как котлеты? М-м-м, Толюшка. Ну, он любит мои котлеты. Прям очень любит. Муж у меня гречку ел с котлетками, а я теперь ловко доедаю. Доели с ним, обсташили холодильник. Надо что-то приготовить, покушать. Сейчас попозже будут что-то думать, что приготовить. Время тоже забыл сказать, я же уже мне это в крови, сказать время. Время без 15-12 дня. Сел вот я покушать. Только первый раз. Кофе, правда, пила. Ну, второй раз уже тоже муж навел кофе. Ну, говорю, что-то забыл взять, стоит. Ну, как бы идти за ним. Не пойду. Ой, прям на вкуснятина. Продали ему машину. Муж продал. Теперь я в поисках купить другую. Надо нам, мушененку. Даже ему без машины неудобно. Он ездит. Он же мне междугородненько говорила. Надо ему там есть регистрироваться. И вот как добираться далеко, до мест, куда есть, регистрироваться. И с моего района неудобно по полу транспорта, чтобы ездить. Но теперь в поисках. Мушененки продать легче, чем купить. С одной стороны-то. Думаешь, продать сложно долго. Ну, и купить тоже надо, чтобы по деньгам все устроило. Ну, и, понятное дело, в состоянии машины. Ну, вот ищем. Может быть, в ближайшее будущее что-то подберем. Тут и мне без машины тяжко. То я села, он меня отвез в любой мест, куда мне нужно. Там или в магазин, или что-то еще. А ножками на общественном транспорте особо тоже не наездишься. Особенно, когда ездишь за покупками, на себе тащить тяжеловато. Сегодня понедельник. Девятый. А, август, правильно, Толик, девятый сегодня? Да. А то я всегда забываю, какое число. Ульяшу отвели. Папа отвел ее в садик. Не знаю, как там сегодня она себя проявит. Ну, не нравится ей детский сад. Хотя я ожидал другого. Я думал ей на пород. Понравится туда ходить. Нет, ей не нравится. Идет, постоято, слезами туда. Надо было мне огурчик свежий взять, прикусочку. Ну, что-то, спешила. Спешила для вас снять мубанг. Даже огурцы не взяла. С помидорами, кольфом забыла. И полотенец бумажный забыла. Вот как торопилась. Или снять, или пожрать. Ох, остатки роскоши. Котлетка. Ну, вкусный же, а. Завтра, наверное, все-таки нужно мне еще сделать полуфабриката. Я имею в виду котлеты. Удобно очень. Сделаешь. Морозильную камеру бросил. Когда по-быстрам что-то нужно покушать, достал, на сковороду бросил. Раз, два, и готово. По-моему, я не жарю котлеты. Я люблю свеженькие, чтобы были. На разок так пожарил, чтобы покушал. И все, когда надо еще. То, как-то курочка такая хрустящая-то полежат. Уже не то становится. Так что я так вот люблю жарить котлетки. По чуть-чуть. Что там шуршишь? Опять чего трескаешь? Воюю с ним. Ох. Не слушается меня, сынок мой. Старший. Он молодец, меня не обижается. А что? На больных обижаться. Вчера эфир у меня был прямой. Закончил. Он меня тут накормил. Яичницу мне пожарил. Да как вкусно. Говорю, молодец. А я такая уставшая, что вчера была. Ну, хоть муж меня покормил. Дай в ухом здоровье. Про меня не забывай. Спасибо. Не за что, мой сладкий. Не за что. Некогда даже на улице мне что-то выйти. Дела одолели домашние. Сижу, вспоминаю. Я даже вчера на улице не была. Мне вот сегодня не знаю. Ой. Попаду, куда я не попаду. Выйду, не выйду. Ну, посмотрим. Некогда. Выйду на балкончик, подышу. Дай обратно. Тольчик, не подашь кофе? Тебя все равно видно не будет. А ну, вот она, на барной стойке, на диване. Только матом гляди, не ругайся мне. А то он может, пульнук-то. Так, как возьми, мне руку протяни, тебя не видят. Я руку вытягиваю, давай. О, спасибо, мой дорогой. Бокал мне парский. Навожу кофе. Но я могу навести бокал и пить его полдня. Ну, я уже говорил, муж навел кофе мне с молоком. Ну, и без сахара. Правда, иногда добавляю сахар в охотку, бывает, охота подсластить. Ой, красота. Чего подглядываешь-то? Стоит, иди, покажись моим друзьям, да? Ну, и что, он не фото гигиенич на меня. Да ты мне еще какой красавчик-то. Ну-ка. Стесняется. Не хуже меня первое время. Тоже ведь себя-то не показывал. Это сейчас уже обнаклеила. Привыкал, точнее. Ко всему привыкаешь. Ой, наелась. Ну, осталось прям немножко. Доем. Жалко. Все равно выбрасывать. Сейчас съем, говорю, раз в день. Два, если поем, это уже хорошо. Ну, что-то как была широкая, так и осталось. Пока результата нету, не похудела. Кто-нибудь посмотрит, скажет, да, конечно, похудеет она здесь. Постолько жрать-то. Ну, это кажется, друзья, тут, честно сказать, и на самом деле немного. Особенно перловка. Я как про нее читала, она прям полезная для сердца и сытная. И от нее не толстишь. Ну, тяжеловата она для желудка. Ну, я ее ем не так часто. Очень редко. Поэтому, я думаю, с желудком ничего не случится. Ну, и последнюю вилочку. Как там деткам говорят, за маму. Ха-ха-ха. Носковой счет съесть. Ладно, я думаю, муженек не обидится. За внучку. Ну, и за сына. Как всегда, трезвонит, звонят. Опа. Отключить. Мама вспомнила. Как раз она мне звонила. Сейчас перезвоню. Все, друзья. Поела. Теперь пойду посплю. Потом встану опять, поем. Так и буду весь день. Поел, поспали. Поели, поспали. Ладно, мои хорошие. Буду с вами прощаться. Спасибо, кто сегодня был со мной. На моем мукбанге. Спасибо вам большое, друзья мои. За вашу поддержку. Ну, и, как и говорила в начале, кто не подписался, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Я буду вам рада, мои хорошие. Ну, все. Люблю, целую. Пока-пока. До новых встреч.